В последние дни января в Москве прошли 32-е международные рождественские образовательные чтения, посвященные теме «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего образ будущего». В этом году под эгидой главного общественно-церковного форума страны собрались несколько тысяч человек, которым небезразличны судьбы церкви и отечества. Тема, которой посвящен нынешний форум, вводит нас в сложную проблематику «История Софии», то есть философии истории, побуждая с одной стороны осмыслить пройденный исторический путь страны со всеми ошибками, достижениями, победами, поражениями, а с другой сформулировать ответ, каким мы хотим видеть наше будущее. Здесь, в Храме Христа Спасителя, постоянный участник чтений на протяжении вот уже более 10 лет телеканала «Радость моя» совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизацией Русской Православной Церкви презентовал свои новые проекты. Три из них «Россия настоящая», факультатив «Россия в контексте мировой истории» и «Писатель о писателях» были представлены педагогам на мастер-классе «Практическое применение мультимедийных программ в обучающем процессе». Это не ток-шоу, не что-то такое быстрое, это задумчивый рассказ, такое воспоминание. Но мы постарались уместить в него что-то очень важное, что, может быть, не написано в книгах и энциклопедиях. Вот я думаю, что этим ценен наш проект, особенно вот живым, добрым словом о своих коллегах Владимира Николаевича Крупина. Находясь в центре современного литературного процесса, Владимир Крупин убедительно показывает, почему произведения прошлого, сеявшие разумное, доброе и вечное, не потеряли в наши дни своей актуальности. Молодые литераторы, молодые писатели, я вот с ними недавно встречался, как раз себе за образец для жизненного поведения и для литературного подражания, выбирает Василия Макаратиш-Кушина. В своей неповторимой манере писатель Владимир Крупин ведет доверительный разговор со зрителями о писателях и великой русской литературе, а значит, о вере, нравственности и проблемах современного общества. В эту секунду прилетел к нам голод, такой красивый такой. И уже много отзывов у меня есть отовсюду, что это используется и на уроках, и на лекциях, институтах. То есть делом доброе дело, в чем я уверился. Из-за того я и живу, чтобы о них рассказать, потому что это были великие люди. Вот я только что сегодня поставил точку, закончил о Салаухине, предисловие о Владимире Салаухине, я тоже знал его, идет книга к столетию, у него столетие 14 июня этого года. Становишься почти немым, когда понимаешь, что необъятнее объятное. И вот таков Салаухин. Какие-то крохотные цитаты же ничего почти не прибавляют к его образу, но я в завершении просто скажу, что это большущий писатель, большущий гражданин Отечества, необыкновенно нужнейший России человек. Проект «Писатели о писателях» – это большое подспорье для учителей школ, где мы могли бы использовать это и на уроках литературы. К сожалению, канал «Радость моя» мало используется нашими учителями. В основном мы используем этот материал в воскресных школах, где преподаем. Мы говорим о России настоящей. Дальше возникает вопрос – а что такое Россия? И ты отвечаешь достаточно просто – есть люди, а есть еще потрясающая земля. И вот взаимодействие людей и земли дало нам возможность создать эту программу. Очень важный аспект – это встреча с реконструкторами и погружение вот в это пространство, прикосновение к истории. И поэтому наша программа не выдерживает какую-то единую стилистику. Есть программа, которая, безусловно, посвящена герою. А в каких-то программах у нас героем является целая эпоха, понимаете? Мало того, мы всегда уделяем большое внимание месту. Место конкретное, оно очень может многое рассказать о герое. Зачем ехать, смотреть? Ведь можно все прочитать, можно посмотреть в интернете. На самом деле, историческое место – это самый важный собеседник. Оно хранит память о том, что произошло на этом месте. И если быть внимательным, оно обязательно вам об этом расскажет. Меня зацепил проект «Россия настоящая», особенно подходом его автора. К такому историческому исследованию вообще места, то, что он приезжает и проводит самостоятельный какой-то анализ, рассказывает свои мысли. Конечно, очень важен подход и воспитание любви к родине, может быть, патриотизма и, конечно, духовности. Потому что в современном мире, я считаю, это очень важно. Мы очень давно смотрим телеканал «Радость моя». Мы ваши друзья на расстоянии на таком. И, конечно, мы очень любим, когда появляются какие-то новинки. Нам это интересно. Все те добрые истории, которые вы пишете, снимаете для детей, они всегда востребованы. И дети очень любят. Вот буквально вчера мы говорили с ребятами, со взрослыми о том, что там, откуда мы приехали, как раз Россия настоящая. Крепкая, сильная. Она сильна своими традициями. Она сильна своей памятью. Потому что память нам удается сохранить. И мы не теряем надежды, что и наши дети будут передавать эту память следующим поколениям. Без кузнецов, без кузнечного дела представить 17-е столетие просто-напросто невозможно. В конце 15-го столетия Россия восстала из-под золотоордынского ига, как птица Феникс. Для европейских государств было полной неожиданностью, что на континенте Европы появилось самое большое независимое государство. Я достаточно кратко описал действительно, что мы делали в программе «Россия настоящая». Ну и хочу вам представить очень большой проект, который мы собираем. Мы уже вот практически начали делать. То есть когда мы говорим о «России настоящей», «Россия настоящая» — это пространство мировой истории. Всегда. В этом проекте в жанре диалога мы беседуем, соответственно, со школьниками. Мы, конечно же, простраиваем пространство мировой истории, начиная от 10-го века до нашей эры, заканчивая концом 20-го столетия. В каждом веке мы, безусловно, у нас все время есть отсылка к нашей отечественной истории. И еще раз повторяю, что вот мы там говорим опять, вот она мировая история. А, конечно, нас всех волнует, что Россия настоящая, понимаете? То есть мы, опять же, уходим куда-то далеко для того, чтобы понять, вот где мы на самом деле находимся. Сегодня мы впервые побывали на этом празднике. Это такое торжество православия, можно сказать. Столько приезжает православного священства, православного народа. И мы с детьми тоже прикоснулись к этому празднику. Очень чувствовалось это все на сцене, какой-то вот этот вот единый такой дух какой-то. Несмотря на то, что вроде такой светский концерт, но вот это вот единение православных людей, оно, конечно, одухотворяет. Еще пять новых проектов телеканала «Радость моя» были представлены на концертно-презентационной программе, которую по сложившейся доброй традиции наш канал подготовил к рождественским чтениям совместно с детскими музыкальными коллективами. Мы сделали этот проект для того, чтобы немножко пошевелить вашу фантазию родителей, педагогов, что из каждого забытого старого такого чемоданчика может родиться сказка. Каждое утро – это начало прекрасного дня, в который могут произойти чудесные приключения. Всем привет! А чё это такие ненарядные? Как-то у вас тут все хера! Для мальчиков и девочек, для бабушек и дедушек, для всех на свете папа и мам, Историю расскажет старинный чемодан. Мальчика, которого сейчас увидите, он покрупнее, потолще. Его зовут Иван Шуваров, а маленький мальчик, который совсем маленький, его зовут Нестор Порфирьев. Наши ребята в программе совершают не всегда правильные поступки, и чтобы как-то их направить на истинный путь, с ними разговаривает совесть. Их собственная совесть. Так, Иван, остаешься за старшего? Есть. И полей огород, пожалуйста. Хорошо. Все, мы поехали. Пока-пока! Пока-пока! Здравствуй, Нестор, это я, твоя совесть. Опять ты надоедаешь. Тебе не надоедай, будешь вести себя плохо. Да что ты плохого мне сделал? Сейчас я ему покажу. Где же он там, а? Ну, честное слово, я не хотел ничего дурного. Извините, пожалуйста, я больше тут не буду. Папа, мы здесь. Сын красавицы, знакомьтесь, мои царевны. Люба, Соня. Ну, просто сказочное знакомство. Русская дорога, само название это, оно воплощает в себя такое количество понятий. И нет ничего прекрасней, чем русская дорога, чем русский путь. Потому что в конце пути нас ждут удивительные люди. И это самое главное, что мы хотим рассказать в этом проекте. В 1797 году по Александровской, а ныне Вифанской улице, проехал Вифанскую пустынь император Павел Перв. Люди, которые любят Дивеево, которые мечтают здесь побывать, и которые еще никогда не были. Мы всех любим, мы всех ждем. Батюшка Серафим всех принимает. Путешествуйте вместе с нами, с Богом, по всем дорогам. Следующая программа, которая бы мне хотелось представить вашему вниманию, называется «Образы». Ее главными действующими лицами стали художники и скульпторы, известные и еще малоизвестные. В студии мы открываем их персональные выставки, и в студии происходят диалоги не только о представленных работах, не только о мировоззрении художников, но и о тех уникальных людях, которые стали героями их полотен и скульптур. Все искусства связаны, и мы скульпторы питаемся и поэзией, и музыкой. Здесь осталось только найти пластическую форму. Русские люди красивы. А в чем красота русского человека? Вот тракторист Иван Васильевич. В чем его особенная красота? Нету никакой лживой какой-то, понимаете, вот наносной личины. Нет русского искусства без горящего сердца, и нет русского искусства без сердечного созерцания. Совсем скоро день памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. На нашем телеканале новый фильм называется «И дней своих благословлю закат». Летом 1917 года протеерей Александр Александрович Хатавицкий возвращался в Россию. 18 лет его пастырское служение проходило в Алиутской и Североамериканской миссии, потом три года в Финляндии. И вот теперь он ехал по родной земле. Первый московский процесс закончится очень плохо. Пять священников будут приговорены к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Следствие против 118 священнослужителей и мирян, обвиняемых в противодействии компании по изъятию церковных ценностей, продолжалось 9 месяцев. Приговор 65-летнему протеерею Александру Хатавицкому был вынесен 19 августа 1937 года, в День преображения Господня. По документам, 19 августа ночью или поздно вечером он был приведен в исполнение. В прошлом году я уже обращал внимание на несомненные успехи телеканалов «Союз и спас». И «Радость моя». В деле это вот три наших таких важных телевизионных каналов, через которые передаются в том числе и то, что для церкви важно с точки зрения диалога с обществом и с государством. Само название вашего телеканала «Радость моя» – это очень важно, потому что когда есть люди, которые несут радость, и, конечно же, вот и те проекты, которые вы осуществляете, они несут радость. И когда вы говорите о семье с любовью, когда вы говорите о стране с любовью, когда вы говорите о человеке с любовью, этим самым вы уменьшаете количество зла в мире. Это духовный закон, который сформулировал Григорий Палома, святитель. Если ты побеждаешь зло в своем сердце и помогаешь ближнему победить зло в его сердце, то ты увеличиваешь любовь. А чем это можно измерить? Это можно только увидеть, это можно только обнаружить. Поэтому, конечно, эта задача, которую вы осуществляете, она очень духовна, она благородна. И, конечно, я думаю, что есть польза от этих проектов. Коллектив телеканала «Радость моя» выражает надежду, что представленные на 32-м рождественском форуме проекты, так тепло и с интересом принятые, не только расширят свою зрительскую аудиторию, но и, перешагнув рамки телевизионного и интернет-вещания, придут на помощь педагогам в воскресные и общеобразовательные школы.